Аркам ТВ представляет Структура Корана поражает воображение Итак, мы достигли 7 аята суры Аль-Камар, но прежде чем мы к нему перейдем, затронем один важный момент. Я думаю, что все эти маленькие детали в языке аятов следует подмечать. Они часто упускаются при переводе. В 6 аяте есть фраза «позовет призывающий». Загадочная формулировка. Кто позовет? Кого позовет? И еще это звучит иронично. Прямо сейчас призывающий зовет тебя к истине, а ты отворачиваешься. Но по иронии судьбы в судный день за вами придет еще один призывающий. И, конечно, в этой фразе есть элемент устрашения. Ведь призывающего в судный день нельзя будет никак отвергнуть. Слово «щей-ин» тут стоит в неопределенной форме, что добавляет «тахуиля», то есть ужаса и страха. По-арабски написано просто «щей-ин», но на самом деле это переводится как «ужасная вещь». Даже если бы не было слова «нукур», «танвин» в слове «щей-ин» добавляет элемент страха и ужаса. Не просто что-то, а что-то ужасное. А слово «нукур» добавляет еще один слой загадочности и страха. Снова тайна. Что это? О чем идет речь? Это неописуемая ирония. Потому что, когда вас призывал увещеватель, вы делали вид, будто вы не понимаете, что он говорит. Теперь же, в судный день, вы на самом деле в неведении того, что происходит, а неизвестность пугает больше всего. Таково положение неверующих в судный день. Их взоры будут потуплены, то есть унижены и смиренны. Их глаза будут наполнены хушу'а. Вы, наверное, ранее слышали слово хушу'а. Хушу'а бывает в намазе. Теперь Аллах говорит про их глаза, которые наполнены хушу'а, судный день. Давайте посмотрим на это слово внимательнее, а затем выясним, о чем здесь говорится. Итак, хушу'а – это холм, который вдавлен в землю. Он выглядит почти как холм и называется хушу'а – стена, которая рухнула и почти сравнялась с землей. Описывается словами джидар ха-ши'а. Также, когда верблюд начинает болеть, его горб из-за болезни начинает выпирать меньше и склоняется вниз. И это называется ха-ши'а санаму-ль-ба'иль. Земля, поверхность которой поднимается ветром, из-за ее мягкости, называется аль-ха-ши'а мин аль-арду. Совершенно плоская земля, на которой ничего не растет – это ардун-ха-ши'а. Или гора, которая со временем как бы вдавливается или снижается, как, например, гора Ухуд. Если вы когда-нибудь были на горе Ухуд, то вы могли заметить, что место, где располагались лучники, намного ниже, чем остальные участки горы. Это из-за того, что люди часто посещают это место. Можно сказать, что гора испытала хушу'а, гора стала ниже. Следующее. Вуджу'хун ха-ши'а. Означает «опущенные лица, которые смотрят вниз». Опущенные лица – это образное выражение смиренности, покорности и униженности. Все твои эмоции подавлены, твой нрав покорен, твоя гордость принижена. Твоя самооценка ниже плинтуса. И ты сам, всей глубиной души, испытываешь смиренность и униженность перед Аллахом. Это и есть состояние хушу'а, состояние сердца. Означает, что голоса понизились. Когда сердца усмиряются и смягчаются. Итак, когда глаза опущены. То есть, когда глаза смирились, покорились, унизились. Суть выражения в том, что глаза будут смиренными, что указывает на то, что раньше они были полны высокомерия. Кстати, таким образом обыгрывается то, что было в начале суры. Все аяты суры как бы сшиты друг с другом. Аяты Корана ясно изложены. Если они видят знамение, игнорируют его. То есть, в их взорах было высокомерие, потому что они игнорировали божественные знамения. Теперь эти же глаза в судный день какие? Униженные, смиренные, смотрят вниз. Также это продолжение того, что было упомянуто в конце суры, Ан-Наджм, предыдущей суры. И забавляетесь, надменно задираете головы. Когда кто-то выпячивает грудь и принимает определенную позу, чтобы казаться больше, чем он есть на самом деле, такого человека по-арабски называют «самид». Когда кто-то груб и заносчив на публике, громко поет, такого также называют «самидом». Это слово еще используют в отношении хищных животных или животных, которые собираются защищаться или нападать, которые выпячивают свою грудь, чтобы казаться больше, чем они есть. Все это указывает на фальшивое высокомерие. «Вы смеетесь, а не плачете», что означает у вас пренебрежительное отношение к этому откровению. И вот здесь Аллах говорит. В предыдущей суре Ан-Наджм есть еще одна действительно прекрасная вещь. На последний аят предыдущей суры приходится садждатут тилява. «Пойдите жениц перед Аллахом», то есть сделайте суджуд и поклонитесь. «Прояви смирение перед Аллахом». А в следующей суре мы видим глаза неверующих, которые смирились в судный день. Прежде чем мы продолжим, отметим, что «хуша» — это интересный языковой элемент. Выражения с подобным смыслом встречаются в Коране несколько раз. Но здесь использовано не «хуша», а «хашиа». «Хуша» имеет более сильное значение, как и другие слова, образованные по такой же формуле. Например, «кулляб». Это человек, который постоянно меняется. «Хулляб» — это обманчивые облака, которые не дают дождя, хотя они выглядят так, как будто из них пойдет дождь. «Хууаль» — это тот, кто снова и снова продолжает меняться. Это одна из форм преувеличения, гиперполизации. Что я пытаюсь вам объяснить? Помните слово «нукур»? Это усилительная форма. Слово «нукр» — то же самое и со словом «хуша». Это усилительная форма слова «хашиа». Мы находим здесь усилительные, гиперболические выражения. Они более сильные по сравнению с другими местами в Коране, описывающими Судный день. Это более сильные выражения. И мы находим их в этой суре. И тому есть причина. Что касается слова «абсар» — «взоры», то Аллах мог бы сказать «их сердца унижены». Но он не говорит о сердцах, он говорит о глазах. Мы должны понять одну вещь о важности темы глаз и зрения. Как Коран строит об этом мыслительный процесс. Круг на эту тему замыкается в следующей суре. Сейчас мы поговорим об этом. Все предыдущие пророки видели визуальные чудеса. И это не помогало. Но чудеса для глаз, то есть видимых чудес, хватало. Будь то посох или расхождение моря, или верблюдица, или еще что-нибудь. Это были чудеса для глаз. Люди продолжают говорить. Мы не уверуем, пока не увидим. Один из коранических аргументов заключается в том, что животные — это существа, которые верят в то, что видят. Но люди могут уверовать, не видя. Человек может уверовать, размышляя и раздумывая. Может уверовать, потому что у него есть «хикматун баалиха». Люди могут размышлять над аятами, знамениями. Они могут созерцать то, что существует. Люди способны на гораздо большее количество решений и умозаключений, чем животные. Но если вы говорите, что единственный способ убедить вас в чем-либо — это увидеть чудо собственными глазами, то таким образом вы принижаете свой высокий статус человека, который Бог даровал вам, и опускаете себя на уровень животного. Получается, что вы хотите анализировать вещи вокруг себя как животные. Если вы хотите быть как животные, то, возможно, с вами следует обращаться так же, как с животными. Поэтому в этой суре используется более устрашающий язык, возможно, обращенный к тем, кто хочет быть как животные. Именно такой суровый язык вы найдете здесь при описании судного дня. И перед нами первый пример. Их глаза опущены вниз, униженно опущены. «Хуша'ан» также может означать, что они даже не смотрят, куда идут. Они просто идут бесцельно. Судный день наступил, и их глаза униженно смотрят вниз. Они с униженными взорами выйдут из могил. Слово «аль-адждац» переводится как «могилы». Хотя обычно для могилы используется слово «кабр». Все знают это слово. Кабр-ин-кубур. Йеменские племена, арабы, некоторые арабы из центральной части Аравийского полуострова, сирийские племена, действительно использовали слово «джададз», которое также означает «могила». Но, вероятно, это слово появилось у племени «худзейль». Это племя считается одним из древнейших арабских племен. «Худзейль – кабилет в саду жазира, это из-за кабаил, которые ухида от них арабия». Это одно из тех древних племен, от которых начался сам арабский язык. Одно из древнейших племен для обозначения могилы использовало слово «джададз». Что это может означать? Возможно, это самое древнее слово в арабском для обозначения могилы. «Кабр» – более современное слово по отношению ко временам пророка, салли Аллаху алейхи вассалям. А «джададз» – гораздо более древнее слово. Племя «худзейль» использовало слово «джададз», а племя «тамим» использовало слово «джадав». Вот почему у вас были проблемы с произношением английских букв в школе. Скажи, это какая буква? Это «ф». Нет, это «эс». Урайшиты переняли «худзейльский диалект», переняли слово «джададз». Итак, есть одна важная вещь, которую следует отметить в отношении слова «джададз». Это древнее слово для обозначения могилы. Это первая примечательная вещь. Вторая, слово «джададз» также может означать кусок плоти. Например, оторванный кусок плоти. По сути, фраза «кусок плоти» предполагает, что тела разлагались в течение длительного периода времени, разваливались на части и, в конце концов, полностью разложились. В этом контексте употребляется слово «джададз». Слово «джададз» – это самое древнеарабское слово, означающее «могилу». Это слово также означает «могилы», которые прошли долгий процесс, когда тела полностью разложились. От тела ничего не осталось, кроме костей. Древние могилы. Вот что такое «джададз». Они выйдут из своих древнейших могил. Словно рассеянная саранча. Аллах сравнивает этих неверующих, чьи глаза будут униженно смотреть вниз, с саранчой. Кстати, вы знаете, куда смотрит саранча при полете? Она смотрит вниз. Они с униженными взорами, словно рассеянная саранча. Это заставляет задуматься, почему Аллах сравнивает неверующих именно с саранчой, хотя есть множество других творений Господа, с кем можно было бы их сравнить. Сейчас я прочитаю несколько интересных фактов о саранче, чтобы мы могли вместе поразмышлять над этим аятом. Саранча принадлежит к семейству саранчовых, называемых пустынная саранча. Что бы это ни означало? Встречаются в различных частях Африки, Азии и Ближнего Востока. Они считаются самыми разрушительными, мигрирующими вредителями в мире, поскольку они очень подвижны и могут образовывать стаи из миллионов саранчи, что приводит к разрушительному воздействию на посевы и пастбища, и вызывают паводки. Послушайте это. Небольшая стая саранчи на один квадратный километр может состоять из 80 миллионов особей. Она может потреблять за один день такое количество пищи, как 35 тысяч человек. Большая же стая может съесть до 1,8 миллионов тонн зелени и растительности, что эквивалентно пище, достаточной для того, чтобы накормить 81 миллион человек. Саранча размножается очень быстро. Одна самка саранчи может отложить от 80 до 150 яиц. Саранча не нападает на людей или животных. Нам повезло. Еще немного. Большая стая может состоять из миллиардов саранчи, рассеянной на тысячах квадратных километров. На один квадратный километр может приходиться 80 миллионов саранчи. Когда одна пустынная саранча встречает стаю саранчи, нервная система саранчи высвобождает серотонин, который вызывает у них взаимное притягивание и является предпосылкой для образования стаи. Так они притягиваются друг к другу и продолжают распространяться. Вопрос, которым я задался, заключается в следующем. Почему тех, кто отрицает истину, сравнивают со стаями саранчи? Единственное, что делает саранча, размножается и потребляет. Причем делает это бесцельно. Они передвигаются во всех направлениях миллионами и миллиардами. Единственное, что их интересует — влечение и еда. Звучит знакомо, правда? И которые потакали своим желаниями страстям, последовали своим низменным страстям. Какое невероятное сравнение с саранчой. Как я ранее говорил, если ты ведешь себя как животное, то и обращаться с тобой будут как с животным. И даже слово «мунташир», распространенный, рассеянный повсюду, затрагивает тему, которую мы поднимали. Помните, я говорил, что когда люди следуют за своими эмоциями, они совершенно непредсказуемы в своем поведении и поступках. Потому что в один день у них одни чувства, а в другой день другие. Саранча же физически движется куда попало, во все стороны. Немного ранее, до суры Аль-Камар, в суре Аз-За-Рият, Аллах говорит, ваши слова, то есть слова неверующих, противоречивы. Вы все находитесь в разных мирах, у вас разные мнения, все движутся в разные стороны. Есть еще одна действительно интересная вещь, связанная с саранчой. Они размножаются миллиардами, так? Миллиарды и миллиарды. Они наносят такой ущерб, и все же каждая саранча гипериндивидуалистична. Все, что ей нужно, это ее собственная еда. Она не думает об остальной части стаи. Поэтому, даже если они представляют собой большое скопление, на самом деле они гипериндивидуалистичны, что также звучит знакомо. Потому что Аллах говорит в конце этой суры, неверующие говорят, мы являемся победоносной группой. Они говорят, мы большая группа людей, мы можем отомстить за себя. Аллах в следующем аяте говорит, эта группа рассеется, как саранча, которая упомянута в начале суры. Итак, это невероятное описание неверующих в судный день. Саранча – это первое животное, которое сравнили с неверующими. Но не последнее. Еще одно свойство саранчи – они бесполезны. Они уничтожают урожай. Дело в том, что некоторые народы считают саранчу мерзкими и неприятными насекомыми. Они разрушают тяжелую работу. Неверующих сравнивают с чем-то подобным. Их словно спрашивают, вы правда хотите прожить вот такую бесполезную жизнь? Иногда, когда мы с шейхом Сухаибом разговариваем друг с другом, у нас с ним возникают очень странные мысли. Сегодня у него была самая классная странная мысль. Мы гуляем с ним, и он такой, «Знаешь, о чем я думаю?» Когда он так спрашивает, я сразу понимаю, что сейчас он скажет нечто безумное. «Представь на мгновение, что ты саранча». Я такой, «Окей, я саранча. Что теперь?» А ты не знаешь, что ты саранча. Ты смотришь по сторонам и думаешь, «Что это за гигантский рой? Почему их так много?» Ты даже не осознаешь, что ты часть этого безумного роя. Ты часть проблемы. Понимаете? Тебя сравнивают с саранчой, но ты даже этого не осознаешь. Ты видишь, как люди вокруг тебя, как саранча, и такой, «Ух, как их много!» Они такие безумные, а сам не понимаешь, что ты такой же. Суть в том, что сравнение их с саранчой это указание на их слабое самосознание. Они не понимают, в каком положении находятся. Теперь слово «мухты айн». Оскорбления и унижения в виде сравнения с насекомым было недостаточно. И Аллах добавляет еще одно слово. Еще одно описание состояния неверующих в судный день. Итак, их глаза унижены, смотрят вниз, они сбиваются в стаи и распространяются повсюду, как саранча. И это начало судного дня. Они не знают, куда идти, когда выйдут из своих древних могил. Поэтому устремляются во все стороны. Тогда Аллах произносит слово «мухты айн». На арабском означает «вытягивать шею». Например, когда верблюд вытягивает шею, когда видит вдалеке воду и бежит к воде. Он не просто бежит, он хочет, чтобы его голова быстрее достигла воды. Так что это похоже на то, что вы делаете во время ифтара. Когда тарелка с едой проходит мимо вас, а вы заметили в ней три самсы, заодно вы уже прочитали дуа, чтобы она досталась вам. И вы такой, «Как дела? Альхамду лиллях, все хорошо». Таким образом, слово «мухты айн» используется, когда животное вытягивает шею. Оно также используется, когда животное вытягивает шею от страха. «Акбала мусри ан хаифан, ла якуну илля маа хауфан». Кто-то вытягивает шею, когда напуган. Описание шеи, вытянутой от страха, тут используется для описания неверующих в судный день. Еще одно сравнение с животными. Очень красноречиво. В арабском языке это слово не используется в отношении людей. Оно используется только в отношении животных. «Они в страхе побегут к зовущему глашатаю». Снова ирония. Потому что зов призывающего – это то, чего вы боитесь. Их зовут к чему-то ужасному. Поэтому, если вы собираетесь в страхе куда-то бежать, вам следует бежать от угрозы, а не к угрозе. Аллах говорит, что неверующие, вытянув свои шеи, будут бежать к зовущему, потому что в тот день вам не позволят действовать согласно вашим чувствам. В этой жизни можно было следовать своим чувствам и желаниям. Если бы они следовали своим чувствам в судный день, они бы бежали в противоположном отзовонаправлении. Но неверующим не будет разрешено следовать своим эмоциям в судный день. Они будут совершать действия, противоположные их чувствам. Им будет очень страшно. Они будут в ужасе, но побегут по направлению к зову так быстро, насколько это возможно. Их шеи будут тянуться к источнику страха и ужаса. Это так неестественно, бежать навстречу страху. Не потому, что ты смелый, а потому, что ты этого боишься. Пока что такое невозможно испытать. Можно только попытаться представить. Просто представьте психологическое состояние бегущего. Ты чего-то сильно боишься, и ты бежишь прямо по направлению к своему страху и ужасу. Это не просто какая-то неприятная ситуация. Не маленькая пробежка. Это настоящий бег. И когда неверующие будут бежать, что они скажут? Теперь в их словах есть смысл. Это тяжкий день. Слово «Асир» очень интересное. Это усилительная форма слова «Асир». Это в другом месте Корана. Аллах использует слово «Асир», тяжелый, для описания судного дня. «Асир» – это «сифа мушаббага», прилагательное. А слово «Асир» – это «сига туль мубалага», то есть преувеличенная, усилительная форма. Получается «нукур» – усилительная форма «хушаа», тоже и теперь. «Асир» – тоже усилительная форма слова. Целых три слова. «Асир» – усилительная форма слова «тяжелый». Это чрезвычайно тяжелый день. И здесь снова виден контраст. Рад был поделиться этим с вами сегодня. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами.